Что полонзан мой дядом? В день, зеркало левых, тактова, шаганбей, вырослый газ и не организовываются для их заведения, зеркало следствие объяло все и место. Ширий билет пинутных, поддельничек, тахтал. Зачи, ширий билет пинут, чек, кулинисталак, заодно. Был кашар наружен, шаганбей, поеду же. Но,но, пушке, д Thoughts, Сергей был макердел. Те, кто проголосит? Те, кто награду. Жемал Натозубар, Калер и Сумафараш, Андрей Васильевич Яковлева, Крым деликат. С этой большой трибуны я хотел бы выразить признательность и благодарность, я думаю, что от имени всех крымчан. Спасибо за ту поддержку, которую вы оказали в неспокойных дни весны 2014 года. Мы чувствовали, что вы рядом с нами, мы вместе с нами, мы победили все вместе. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, после измерительно длительного плавания Крым и Савяскополь вернулись в родную гаврию. Мы вместе, вместе наши силы. Региональная общественная организация Савяскопольского чувашского национального культурного общества организована в августе 2014 года. И за этот период проведена очень большая работа по сохранению чувашского языка, возрождению традиций и обрядов чувашского народа. Особенно новый шаг мы почувствовали, когда мы вступили в состав Российской Федерации. Когда правительство Чувашской Республики подписало соглашение о торгово-экономическом и техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Крым. И такое же соглашение подписали о торгово-экономическом и техническом и культурном и социальном сотрудничестве с городом федерального значения Савяскополь. Нам стало намного легче работать в правительстве, потому что нас знают наш статус, такие соглашения поднимают наш статус, то же самое, как чуваши. Есть активные члены нашего общества, которые делают все для того, чтобы сохранить язык, культуру, традиции чувашского народа. Мы проводим очень много национальных праздников, начиная с Керзиви. В 2016 году впервые в Крыму, вы знаете, с помощью правительства Чувашской Республики, Чувашского национального конгресса удалось организовать Чувашский национальный праздник. В 2016 году в Крыму и Севастополь в один момент было собрано столько, 17 регионов Российской Федерации, более 600 человек удалось нам собрать. И то, что такой праздник мы провели, это очередной толчок для того, чтобы еще больше сплотиться нам, Чувашам, которые проживают на территории Республики Крыма в городе Севастополь, сохранить язык и культуру чувашского народа. Я хочу слова признаться передать президенту Чувашского национального конгресса Николу Федоровичу Гластову, который несколько раз приезжал к нам. Нам удалось в сентябре 2015 года открыть еще три автономии. Это автономия в городе Ялте, Симферополе и Керчей. Мы всегда чувствуем поддержку правительства, это очень приятно. И самое главное, мне было вчера приятно на круглом столе слышать, когда аксекалы Чувашского движения, как Ильев Кураков признали, они говорят, мы очень рады и нам радостно видят то, что как работает Чувашский национальный конгресс. На каком уровне мы были и до какого уровня мы сейчас дошли, это совершенно другой уровень. Поэтому та команда, которая сейчас работает в Чувашском национальном конгрессе, это сплоченная одной идеей. Команда, которая умеет работать, которая хочет и желает работать. Поэтому я хочу признать работу администрации и органов управления Чувашского национального конгресса на оценку удовлетворительного. Вероника Васильевна Тимофеевна, Верхусь, Узни-Делегатерской партнерской партнеры. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые президенты, я в колледжах ворослах, в среднем армаре, в шамбале, я в намыс, намысы, но я в колледжах ворослах. А вся моя деятельность будет презентована, поэтому мы очень много делаем. И две минуты, которые выделены, я практически, конечно, не расскажу, но я бы хотела, чтобы вы внимательно смотрели за слайдами, а молодой человек уже начинал работать в этом плане. Большое спасибо. Для меня и для моих делегатов, которые привыкли из Иркутской области, большая честь сегодня здесь находиться на этом замечательном празднике. Праздник, мы говорим праздник, да, это действительно праздник. 25 лет существования такого общественной организации, это большого стоит. Я в своем выступлении хочу остановиться на той деятельности, которую мы сегодня и делаем. Я, конечно, знаю, что многие из вас, которые здесь находятся, они делают, возможно, намного больше. Но, вы знаете, может быть, когда я вам немного расскажу, вы у меня подчеркнете что-то интересное для себя и можете поделиться со мной своими предложениями. Мы с надеждой смотрим сегодня на Чувашскую республику, что она станет нам опорой главным партнером решения очень многих вопросов. Сегодня для нас, Иркутян, оно на самом деле так оно и есть. Чуваши при Байкале видят пассивную помощь, которую сегодня нам оказывает Чувашский национальный конгресс и правительство Чувашской республики. Все вопросы, которые мы сегодня ставим перед Чувашским национальным конгрессом, решаются положительно, быстро и оперативно. Многие из вас, конечно, скажут, просто, может быть, я счастливчик или везунчик, но это на самом деле дорогого стоит. В любой момент мы можем позвонить в Чувашский национальный конгресс, отправить документ. И, вы знаете, ни одна наша просьба, ни одно наше пожелание не осталось без внимания. Я надеюсь, что и у вас будет точно такой же взаимосвязь и сотрудничество с Чувашским национальным конгрессом. Сегодня мы все должны понимать, что у нас, у Чувашей, вообще имеется большой и мощный ресурс, который на сегодняшний день, я считаю, Чувашской республикой не воспринимается на том должном уровне, который они должны воспринимать. И немного они оставили нас в стороне. Что это за ресурс, вы спросите? Это некоммерческий сектор. Что такое некоммерческий сектор? Это мы с вами, друзья, общественные организации, которые находятся в некоммерческом секторе. Именно некоммерческий сектор сегодня осуществляет большую деятельность в вопросе сохранения чувашского языка и культуры, традиций, обычай на всей территории России и за ее пределами. Сегодня мы уже выходим за рамки культурных деятельностей и начинаем обсуждать вопросы консолидации совместных усилий с Чувашской республикой с целью налаживания тесных деловых и партнерских взаимовыданных отношений. Все эти вопросы мы обсуждали у нас в Иркутске на Всероссийской конференции, где обсуждали вопросы сохранения чувашского языка и культуры на территории Сибири. Многие из вас знают, что Чувашский национальный конгресс инициировал замечательный, так можно сказать, проект, который был направлен на управление связи между чувашским народом, проживающим на всей территории России и за ее пределами. В прошлом году мы стали свидетелями величайшего примера взаимопонимания, если можно так сказать, некоммерческого сектора и государственных органов всей витрии власти Чувашской республики, посетив Крым на Всероссийском Акатуе-Набайкале. В этом году нам посчастливилось на себе испытать ту силу мощь, которую продемонстрировал весь чувашский народ, сплотившись и приехав по всей территории, начиная от Мурманска и завершение было это Всероссийское Акатуе-Набайкале. Многие из вас здесь находящие этот факт воспринимают, может быть, как показное действие. Достаточно много было критики в адрес Чувашского национального конгресса, Министерства культуры, что это пустая трата, возможно, финансовых средств. Многие из вас говорят об этом. Ну, проехали мы, поплясали, попели, и что дальше? Нет, мои дорогие соплеменники, это не так. Так могут говорить только те обыватели, которые живут в Чувашии и за своим носом не видят масштаба и задач в таких решениях. Давайте говорить честно и открыто. Все вопросы по сохранению языка и культуры у вас здесь решает целая система. Созданы министерства, институты, чиновники получают заработную плату. Если эти проблемы решаются плохо, возможно, они занимают не ту свою должность, а может, сегодня они просто не могут решить те вопросы, которые хотелось бы, чтобы они решили. А вот возьмем меня на местах, где проживают мои Чувашии, в Верховской области. Кому это надо? Да это никому и не надо. Это проблема самого Чувашского народа. Хотите, говорят, сохраняйте. Нет никаких запретов. Кто это будет делать? Правильно это делает некоммерческий сектор. Это не государственная машина, которая с утра до вечера в городе Иркутске сидит и думает, как же нам сохранить Чувашский язык на территории Иркутской области. Это ведь наша с вами проблема. И то, что сегодня Иркутская область подписала ряд соглашений, это кропотливый и тяжелый сам не сметру. Мы к этому шли более года. Многие опять скажут, приехали, а что же осталось? Вера людей появилась в сердцах, что они не брошены и не забыты своими соплеменниками, которые живут Чуваши. И сегодня Чуваши, проживающие в Сибири, тем более при Байгале, знают, что вы здесь есть, что вы в любой момент оказываете им пассивную помощь. Наши дети перестали стесняться своей национальности. Всего они с радостью бегают в школу изучать Чувашский язык и с гордостью говорят, я Чуваш, и это дорогого стоит. Сегодня Иркутская область, если можно сказать, такой цыганского насильного внедрения с помощью Чувашского национального конгресса и правительства республики, стала соглядкой посматривать на нас и задумываться, что у нас, у Чувашей, есть огромная система, которая нас не брошает, которая в любой момент может приехать и сказать, даже главы республики, и сказать, почему Чуваши проживают здесь не так, почему вы ничего не делаете. Вы понимаете, сегодня Иркутская область абсолютно по-другому смотрит на все те вопросы, которые мы решали три года. Сейчас Иркутская область говорит, возьмите, пожалуйста, деньги, везите свои детей Чуваши, покажите им, как жили ваши предки. Вы понимаете сейчас, что у нас делается в Иркутской области, когда уже нам фактически дают деньги на реализацию очень многих проектов? Вы знаете, с этой трибуны я сегодня хотела сказать большое спасибо всем тем, кто отозвался на нашу просьбу и приехали к нам в Сибирь, кто поддержал нас. Большую признательность соседей Чувашей в Байкале я хотела бы выразить в Кабинету министра Чувашской республики, министр культуры, Чувашскому национальному конгрессу Николаю Викторовичу Гасову. И, конечно же, мы хотим сказать большое спасибо за поддержку этого проекта первому вице-президенту Климентию Валерию Викторовичу. Конечно, у нас происходит бездействие, которое мы сегодня ведем. У нас Иркутская область, она, Чуваши проживает действительностью очень мало, но мы ведем такую огромную работу, что у нас сейчас говорят о том, что если в дальнейшем Чуваши будут дальше так же работать, они говорят, Иркутская область не стала бы второй Чувашской республикой, потому что мы плотно сохраняем и сотрудничаем вопросы сохранения чувашского языка. У нас на территории проводятся мероприятия достаточно большого масштаба, и так как Читлими, Раштаб, я перечислять не буду, но мы очень плотно проводим мероприятия, которые направлены именно программой с работой с детьми. У нас проводятся ежегодные фестивали, детские фестивали, Тусла Хольферме, Искорка Дружбы, фестиваль-функусы страны Чувашской песни Кемель-Саса, хоровые коллективы, песни Душа народа. В этом году мы провели замечательный фестиваль, называется фестиваль Чувашского пива. Вы знаете, мы работаем не только на территории Иркутской области, мы выезжаем еще и в Чувашию, приезжаем и посещаем другие у нас, и субъекты Российской Федерации, мы еще плотно работаем и участвуем в тех мероприятиях, которые проводятся за территорией России. Мы постоянные гости, желанные гости Монголии. Мы посещаем Китай. Всех в этих поездках мы, конечно, рассказываем о своей культуре, о своем народе. В рамках проекта «Интаж-хранитель Чувашской культуры» у нас, у нас со мной в Иркутской области, у нас проведена большая работа по организации обучения детей чувашскому языку. С 15-го года на территории Иркутской области в двух школах в виде факультатива преподается чувашский язык. Наши дети посещают эти занятия с радостью, посещают и другие мероприятия, которые мы проводим. На нашей территории проводится очень много проектов, их более 10. И на все эти проекты выделяется финансирование, я вам уже говорила. Успехи нашей организации, они получили вообще всеобщее признание. Мы стали лучшим национальным культурным центром 14-го года, 16-го года. В 15-м году мы заняли второе место. И со своей, знаете, сейчас уже пора времени, я понимаю, я надеюсь, что мы дальше будем консолидировать все свои усилия, плодотворно работать. И я считаю, что наша деятельность возможна только при совместной деятельности с Чувашской республикой, Чувашским национальным конгрессом, для говоря, при финансировании. Но у нас есть очень хорошая возможность получения финансирования, решения наших вопросов, проектная деятельность. Поэтому я сегодня с большой любовью обращаюсь. Давайте мы вместе, дружно будем писать проекты. И благодаря этим проектам мы будем решать те вопросы, те задачи, которые сегодня мы не можем решать с отсутствием финансирования. И я думаю, авторами могут являться и Чувашская республика, а мы можем являться уже со финансированием. И я думаю, только так, такими усилиями, с такой консолидацией, мы в дальнейшем можем говорить и решать большие задачи, которые сегодня, наверное, не в состоянии решить по тем или иным причинам. Большое спасибо. Доклад. Это Глава Мариева. Какла Таванзем, какла Юдарсем, делегатсем, Кунагиня, Физе, Кузизизем. Тима Ланах, Ирепарзамар, Николай Федорович, Угаза Туна, доклада, Руламашкам. Доклад. Сириде, Камалагар, Руде, Шуклада, Монабиде Камалагаре, Пиде, Бидемле, Нумай, Истона, Каламалазим, Нумай, Пиде, Русла, Тирежу, Варсем, Санпада, Шуклада, Всях, Кискем, Ватра, Национальный Конгресс, Пиде, Вызок и Синдрудам, Иркен, Ватра, Ваше Борисович, Угаза Туна, Кузизизем. 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 Авторителя России ЖАИНДИСЯ КНЕЛИМА. Здравствуйте, Сенат Илварсем. Ватману мрагенду, Согласие Героника Васильевна. Я хотел бы сказать, поскольку Вы на русском выступили, вожадок с местным словом. Вы выявили, Ваши родители, в тяжелейшие времена, 60-е годы, когда было очень плохо, и чуть раньше в нашей республике Сибирь, Ваши родители. Вы поднимаете Сибирь, Вы делаете такое мощное дело. Я просто удивлен. Вот такая хрупкая женщина, красивая, симпатичная, она может организовать такую работу. Прилегать руководителей в ГУСКОГО. И поднимать авторитет Чуварского народа. Вы на верном пути. Тайма-бузь, тавда-бузь. Вы мне очень нравитесь. Я должен признать сегодня. Хотел бы сказать еще об одном таком важном моменте. Все зависит от людей, от руководителей. Это действительно всегда. Мы не знаем, что в ГУСКОГО это правильно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай Бог такие мероприятия побольше Я вас всех люблю, всех вас уважаю И всех ценю Сергей Курсер-Ладий Владимиров Трестаи глазами Чувашкал мне Юанман символ Лайсен маударемос Хорошо сказал? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Подсчетной грамотой Награждается Василий Виталий Петрович Резидент Федерации Национальной и Чувашьей Борьбы Кирежью За большой вклад в развитие Национальных видов спорта И укрепление единства российской нации Председатель Совета Островной России Шмурного АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Извините пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он же сильный человек АПЛОДИСМЕНТЫ В этом все АПЛОДИСМЕНТЫ В этом все В этом все АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 В финале был 64-летний. Каждый был был 1-1. Гума Бадашьи Крузен, Кузангану не было за их. Мы были в том, что в прошлом году было за их. 15-ти кузенов не было, но не было, но я не был в этом. В этом году, что это было. В 2014 году, в 2014 году, Продолжение следует... Кабархаса Прадок и Голай. Голаза ебхаль в глаза, Голаза ебхал в глаза, Голаза ебхал в глаза, Юмане, Алюгоеве, Семену Николаеве, Студент Бузвей Иван Васильеве, Шубашкара ебхал в глаза, Ебель, Унчукне она была она, от нерывных писать отожрена, Голаза ебхал в сене. Тогда, голаза ебхал в глаза, Унчукне с еженом Те в ходу, быхса, тупо пи дюйдны бул, до контрастный хилбер на. Хальберино, фашист, националист, Дезэв Калаймас, Две, Тхаргонов Туршулла, Албусна, Ельчин, Албусна, культура автономии, Законе, Он, хышен, дулай, что в м м м м м м м м Эмбума керекарбол. Халь был быхат керек. Халия паярланды мэр, чумырданды мэр. Конгрессы видны, поддержи шагында пи депозит. Баяныш, шаглай, дергейны, тюрлый динесвен куштарным ма тулгарны был хэй, Конгрессы керлийне, халық чумырданды ма тулгарын не тұлапсады бачын. Ебе күнда, Яныраны, конгрессының баих бахатланының бүрлады, күнда күлші, Эбе деклаев күвайлы, Федор Ишелгасылыға, тебіртап храя шақ, Начағаран турца, Күлараң, Қураваңы, Малалына, туркмағы дады, бүддар мазырқалы бүр, юлашки есесе, ведь тетімсер мүжінчег найын екде, күндар күльтурнинистры бүрбузасын, Константин Яковлев Астамала. Миндейт Акса. Калашмалеттестан. Яла Ужуксым Ахтабамариш. Саргаланзалан. Лакша кишеннешинджек. Аллаху нас улажши. Асталанзе. Бургуль дедим. Лачадар Акшенге. Президент дайы. Бегенамар. Президент не деймдес. Шаула чекана. Шюльдене. Курса. Кемикшен. Упраза параймар. Камысынген. Шаула. Передfestール. Багонер. С三, м, ты. У меня не было ничего. Мы не думаем, что для всех людей, которые были в России, не были власти, а не были власти. Или власти, или власти, власти, не были власти. Но это не было. Это не было. ... ассамблеем члене кулза, в лень будущем дыне. Единая российская нация, единая российская нация, чувашская нация, татарская, башкирская, нет наций. Раз наций нет, то нет национального конгресса тоже. Может быть какое-то ООО для бизнесменов и для кого-то. Раз национального конгресса уже основных ассамблеем, был Ширменев, Лай, Сергей Милимар, Анчихман Курсакаласский. Прямо же по янке, по янке, Лайка начну Россия, Федерация Президенция, Путин в отне Широзермала. Был Ухтазап Лайкин, был Ухтазап Лайкин, был Секретарь Аппарат, президент Рамкиллит, Ширмала, он все равно, сейчас он мою нажал. Тулай, администрация зимпатне, Тухна, Сумахкинля. Конгресс Ченмалана, Томчеваш, Республики Жиммар, Сапаланзапитне, Тванхалахвали. Унди, Пушклыхсе, Пушмак, Поживе, Таваш, Пузас, Члэлэлэ, Шахгири, Геврклочи. Везем, Тюмем, Либиек, Самардыбек Марган, Татахш, Пушклыхсердебек, Кенештерзен, Ксасын, Эш, Лайк, Тюмеметтен, Кенештерзен, Бағаш, Демеже, Бутан, Битчурн, Була, Жене, Гуду, Гуду, Иртен, Эш, Лайк. Гуду, Все подняли лайкшиву, бату-пазахплайши. Он да, в Чувашской республике нелгебеды, ларим джухнех каламалачи. Первый, министрзен кабинет не, вредню министерстве не, культуру министерстве не, синюзем, темзем, бисегет вернет, двадцегет пары, но все, еще не надо. Президенту не вреду не был. И, полагану, стратегия, пауза, и са министерство бурный шлано, культуру министерстве не было. Культаща так галаает и кит, а мы отдаем все, что мы сошли. который здесь, которая может быть в первой серии, в федерского межсердинах, которые подходит в мир и в других тысячах социальных сетей, а вот здесь в мировой системе. Кстати, в первом случае, что эти государственные вопросы не overly угадывают, а вот эти вопросы, в основном, для которых я здесь занимаюсь. Комитет для других студентов, которые я уверен, я имею в виду основу это, мы будем делать Потому что, когда мы думали, что мы говорим о стратегии, мы говорим о том, что мы думали о информации, политике, в Министерстве, в России, вне заботы. Она, в чьих мысли, была очень большая, и мы думали о обмене границы. Когда мы думали о том, что мы думали, что мы думали о том, маху аги у вас ты-то вложи дебели планистng у вас меня не может вы Megan теплого маева хирши году готовы к вам виску к ломасти можно в скану туда и в дальше от ваших парах визит у мажором статья снял Это. Что-то, что будут наступать в республику hire органов. Где жерча не Sleeping? Городные органы глав понимают. Когда у них это было? Вот это было. Это было. Это было кошмарно. Это было. Это было сделать организм. Когда он приехал на Кангкласс, что у нас здесь был среди нахер, что он был в Каминской интеллекту. Это был длинный центр Кумалаевский. Это в Каминске. Вот здесь я зашел нахер. Они были ли? Мы ведь с нами пошли в К Buzz Lightyear. Николай Тович, на республику Хожада интервью вала, В конгресс партии, политика, 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 политика. политика политика наци культуре политики наци шибин политики кушла мы же видела их и в грузоваде в кайалай не мес поле канды так называют милимар и биркан кисы к нашему проблем проблему маза 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 м 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 И вот она говорит, что это энциклопедия. Он говорит, что это не так. Печень, что это не так. Ура, нет, нет. Урнение, школа, пенсионеры, энциклопедия, Кирилл, хомара, болит. Валют, болит, болит. Там же фильм, беги, болит. Валют, болит. Пады, болит. Регионер и крестиктенезам. Купинкistan, жилл. Он говорит, что третий мальчан, Тринша, хомар говорит. Субтитры предложил депутаты. Устал в вихсале. Темелло было так, что переживать, не было за что-то. Шул Абахмаза, вырвана Абахмаза, регламента Буринсабайда, Буринсабайда, Буринсабайда. Халят, с вами братство Елены Дихирына, Михайла Дына, Еника Дына, в 2-й день истории в культуре Генедель авторы. Хадрымед, Мустарин. Салам Буринсабайда, 2-й мрзен. Вот тема моего выступления. Три понятия, вокруг которых и основываются или вертятся все наши национальные проблемы. Я хочу поставить один острый вопрос. Что же первично? Сейчас, на данный момент, все острие внимания и самые жаркие споры у нас крутятся вокруг понятия язык. Давайте чуть поближе. Всегда ли владение языком делает человека чувашом? Всегда ли? Или бывают случаи, что человек, не владеет языком, считает себя чувашом? Что первично? По-моему, главное и основное – это именно то, что называется этническим самосознанием. Именно это и порождает интерес к языку. Проблема. Очень серьезная проблема. Диаграмма. Обратите внимание на экран, пожалуйста. В 91-й год, надеюсь, видно, самый первый столбец, который показывает тираж. 31 тысяча. В 92-м году образовалась Чувашская республика. Ситуация, я думаю, понятна. Последний год, 2015-й, за время существования республики, насколько уменьшился тираж и соответственно количество детей, обучающихся в чувашских национальных школах. То есть, изначально, с детства, с материнским молоком, питавшим родной чувашский язык. Мне кажется, ситуация понятна. Не поверю своим глазам, когда появились такие данные у меня. Кстати, их очень легко проверить. Во всех библиотеках эти учебники есть. Можно взять и посмотреть тираж. Я решила посмотреть по другим учебникам. Неужели ситуация такая же? Данные перед вами. Опять-таки, я говорю, можно проверить. Все это доступно. Решила проверить по другим источникам. Перепись точно так же доступна в интернете. Все данные есть, они официальные. Видно, что количество населения, самые крупные нации в нашей республике, чуваши и русские татары, к 2010 году увеличились, несомненно. Но вы посмотрите, насколько, если чуваши и татары в 1,1, а русское население в 1,3. Замечательно? Увеличение есть. Но вопрос, почему? При том, что рождаемость, скажем, тех же наших, чуваши, она выше, чем у русских. Это также официальные данные. Откуда берется? Вот эта цифра, я думаю, понятно, объяснять не надо. Почему? Вы можете дальше прочитать очень неприятные для нас слова. Но, к сожалению, это реальный факт. И это очень серьезная проблема, которую надо решать. Иначе ничего другого, никакая другая деятельность не будет иметь смысла, если мы не будем решать эту проблему. Вот чтобы ответить на вопрос, почему, я подготовила два момента, всего лишь два, их больше, учитывая небольшое время. Первое. В предыдущем слайде вы обратили внимание, что идет о детях от 0 до 4 лет речь. Решение о том, что национальности ребенка принимают родители. И вот те, размотрите, ситуацию в сельских населенных пунктах, где у нас и проживает основное число детей, которые владеют чувашским языком с самого начала. Чего нет? Муртиков на чувашском языке. Для детей. Нет литературы энциклопедического развивающего характера. Только на русском. Нет игрушек национальных, чувашских, те же, простите, школьников. Нет ни одной телевизионной передачи для детей на чувашском языке. Нету. Куда исчез Милей? Это был единственный конкурс для детей, поющих на чувашском языке. Знаете, как Милей переводится на русский язык? Возможность. Значит, последние годы даже этой возможности детей нет. И нет еще очень важных вещей. То, что называется материалы для подготовки детей в школу. Наши родители хотят своих детей развивать. Есть ли у них возможность развивать своего чувашизычного ребенка? Полноценная возможность для русскоязычных детишек? Есть. Для чувашизычных? Нет. Или, скажем так, минимально. Совершенно недостаточно для 21 века. Еще одна, может быть, даже ключевая проблема. Вот данная цитата, но прочитайте, пожалуйста. Это цитата из издания 46-го года. Предисловие книги русский писатель о чувашах. Закоптелы избушки, желуди, лебеда, овраги, трахом и чахот. Это мы? Это наши предки? Ни одного слова правды здесь нет. И это совсем не трудно доказать. Хорошо, посмотрим, изменилась ли ситуация через 30 лет. Реальная книга приглашения в чуваши в 72-й год. Ситуация та же. Опять-таки, нашу чувашскую культуру, нашу чувашскую историю представляют в самом униженном виде. Настолько бедные, настолько нищие. Ложь. Ни одного слова правды здесь нет. Почему так делали? Ну, знаю. Но все-таки надо развеять сомнения. Я привожу здесь цитаты из работ русских исследователей. Этнографы. Это все исследователи реально. Вы также можете меня проверить и посмотреть. Это 19-й век. Что они пишут о наших швами предков? Надо читать? Да никогда не были бедными. Наверное, были кто-то новогаче, кто-то виднее. Но с какой стати русский исследователь сбоя пишет, что никогда вы не встретите ни одного нищего чуваша? Вот сравните с предыдущими слайдами. Это стереотипы, то есть фальшивые факты о чувашской истории культуры особенно сильно актуализировались в советское время. Зачем это нужно было? Необходимо было показать, как плохо жили народы, в том числе и чуваши, до советской власти. Чтобы потом, обитая в колхозах, и в те времена, когда Николаев летел в космос, его односельчане ходили в лотях, чтобы потом не сравнивали с тем, что было. Это были закрыты материалы. Может быть, все-таки пришла пора узнать правду о самих себе. Вот только два момента, которые я обозначила, которые подсознательно сидят, которые очень сильно влияют на психику, на душевное настроение. Два. И поэтому есть и третий, и четвертый, и пятый вопрос понятия. Если за нами не будут идти поколения, которые согласно и от души желают быть чуваш, в чем смысл нашей работы? И в чем смысл существования нашей республики? Когда я сказала, что нет мультфильма в ночеварском языке, я ошиблась. Один мультик есть. Студия «Татар Мультфильм» выпустила. Татар. Они выпустили проект «Волжские богатыри». «Волжские богатыри». Там есть на разных языках, в том числе, например, сказка о чувашском богатыре на чувашском языке. У меня вопрос в зале. Ну, вы просто подумайте. Вот здесь показаны русский, Татарин, Мартва, Лодмонцы, Марийцы. Чуваш показывает. Кто из этих богатырей-чуваш? Давайте проверим. Последний имена даны, чтобы вам получше догадаться. У всех богатырей Павловских свои этнические национальные имена. И только у Чуваша, которого почему-то художник изображает в шортиках, в лаптях и с тазом на пузе, самый карикатурный образ. Посмотрите, какие красавцы. Второй. И Чуваш, Марийцы. Мартва, Людмурт и Гусский самый первый. Волька. Красавцы-мужчины. А Чуваш? Татары виноваты. Художники виноваты. Художники люди искреннее. Они что чувствуют, то и рисуют. Значит, мы сами так себя презентуем в мире, миру. Значит, они так нас воспринимают. А причина в том, что мы не знаем свою настоящую культуру. Или в суррогатном виде знаем только, или в урезном. Вы не представляете, насколько богатая и интересная Чувашская народная культура. Вот если этим не заняться очень серьезно, то как бы нам не стать Иванами, не помнящими родства. Тогда будешь и пленежен, тогда будешь черт на жены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Берема Витерановых. Берема Витерановых. Вот, наверное, вот эти маски, насколько я знаю, не полная часть вашего учебника. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому здесь мы можем сделать более оттеное возлюбление и довести вот до наших регионов. И здесь, чтобы так использовать, будет очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Согласны? ПОРАЛЬНЫЕ ИСЛИЗНЫЕ! ПУЛАТ! ПУЛАТ! АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Николаевич Мустаева, чембер, область, дирекатный, кадролинет Павлова. Соба! Олег Николаевич Мустаев, дирекатный, кадролинет Павлова. 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 В этом случае, в России, Владимир Владимирович Путин не говорится, и мы будем делать это время не делал а мы лая забана вырыгнул и 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 Мы знаем, что мы не знаем, это не так, как он рукой. Мы знаем что, как мы говорим в пенсии, мы говорим в пенсии. Виталий Митроевич Манавреев, там Талдобыч Митроевич. Если вы неOpen, то все все знают, что здесь идет. Мотор и не только обыкновенный актер. У него никто не оставляет. Это очень важно. И вы, Хабрын губернатору, съезда Яны Щербану вас обращает. Голомаш-то поправка Катарда, честно? Катарда. Легендарный бюджет Сергей Морозов, убег губернатор сидел у Промала, числа Мала. А Ладыр же вообще не было. Ну, был съезд по мухтанат, был берем без аманат, чемпырде езерпенедер, челашку туре, шенере, шене, шене, тонны. Он, да, палы жиндем дурхны, Лев Патереваш Кураков, он, да, чемпырзваш шкул комплексы, де университет шиша, юный жур синдем в рендис, челашка датышма, бере, кулышрыш. Голомаш-то, кунда, бесит отца бана. Ну, я как бы, там, я не хотел, что-то, университет, я не хотел. Тадыбыш Николай Юрьевич, Угазного. Он был отец Техе Гейвер. и и и и и и и и и ли и и и и и Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok